Собуровский полигон твёрдых бытовых отходов в декабре прошлого года по требованию губернатора был закрыт, но то, что на нём захоронено, продолжает отравлять окружающую среду. Чтобы остановить этот процесс, правительство региона приступило к подготовительному этапу рекультивации полигона по площади равного 15 футбольным полям. Для проведения инженерно-изыскательских работ в Собурово приехала бурильная установка. Результат анализа проб, взятых с разных глубин, лягут в основу проекта рекультивации. Работы выполняет специализированная организация. В рамках национального проекта «Экология» также по поручению нашего губернатора было принято решение, что все полигоны должны быть рекультивируемы. Для проведения работ по рекультивации полигонов необходимо разработать проектно-сметную документацию, которая должна пройти государственную экологическую экспертизу. И вот в настоящее время на полигоне Собурово начались работы по бурению скважин. Работы проводятся за счет целевой субсидии из бюджета Московской области при софинансировании из местного бюджета. Для получения полной картины о залегании грунта пробы берутся из нескольких скважин. Инженер-геолог на месте дает описание отобранным пробам грунта. Мы бурим скважины по контуру полигона, на самом полигоне, чтобы установить геологический разрез. Отбираем мы пробы для стандартного геологического анализа, для того, чтобы нам потом выдали из лаборатории прочностные механические и физические свойства грунтов. У нас здесь сейчас 15 скважин запроектированы, но, разумеется, в зависимости от полученных результатов, от того, что залегает снизу, будут уже какие-то решения предприниматься. Смотрим, какой грунт, на какой глубине, где вода, где какие. Потом все это на экспертизу. На данный момент до какой глубины вы дошли? Сейчас уже 8 метров. А задача какая? Сколько? Пока не упрямся. Пробурите до глины. Именно этим сейчас занимается рабочий на полигоне Соборова. Глубина залегания глины может доходить до 20 и более метров. И на работу, на изготовление одной такой скважины может уйти час, а то и более. Об этом очень трудоемко. Жители деревни Соборова, заметив на полигоне технику, забеспокоились. В администрации округа им все объяснили. Сегодня мы становимся свидетелями того, что полигон будет в будущем рекультивирован. И, соответственно, не будет больше никакой здесь свалки. Исходя из практики, которая сегодня существует на территории Московской области, полигоны обваловка грунтом и с последующей, соответственно, озеленением, то есть посадкой деревьев, зеленых насаждений. Инженерно-изыскательские работы на полигоне распланированы на несколько месяцев. В марте месяце эта работа должна быть завершена. Мы должны уже будем на руках иметь проект, который пройдет экспертизу. И, соответственно, в 2022-2023 годах уже будет приниматься решение о непосредственно проведении работ по рекультивации. После рекультивации полигон вполне возможно заинтересует инвесторов. По сложившейся практике на склоне можно построить даже горнолыжный спуск. Как именно рекультивирует Соборова, узнаем в недалеком будущем. Михаил Налетов, Александр Оржевский. Щуковское телевидение.